Актерская копилка Игоря Ясуловича составляет более 170 мастерски сыгранных ролей. Благодаря своей импозантной внешности и умению перевоплощаться практически в любого персонажа, этот актер полюбился многим советским телезрителям «12 стульев», «Гости из будущего», «Бриллиантовая рука» — лишь часть фильмов, в которых он сыграл свои эпизодические роли. Как же складывалась жизнь у этого актера? Краткие биографические сведения. Игорь Ясулович — уроженец деревни Залесье, что в Самарской области. По словам актера, деревня прежде носила другое название — Рейнсфельдес — за того, что она являлась поселением — колонии для немцев. Актер утверждает, что его прямые родственники — белорусы. Родители Игоря не имели к искусству никакого отношения, отец был военным, повидавшим войну, а мать занималась воспитанием детей. После окончания войны семья Ясуловичей решила переехать в Таллинн, где будущий актер пошел учиться в школу. Творческая деятельность заинтересовала Игоря с самого раннего детства, он настолько увлекся театром, что даже посещал кружок. Так как мальчик был с детства целеустремленным, то сразу понял быть артистом его призвания. Мнения родителей по этому поводу разделились. Мать хотела, чтобы Ясулович поступил учиться в политехнический институт, а отец сразу поддержал сына. После того, как Игорь окончил школу, он решил переехать в Москву и поступить в ГИТИС, но, к сожалению, не прошел конкурс. Но удача не отвернулась от молодого человека, Игорь с первой попытки поступил во ВГИК. Ясуловичу настолько понравилось наставничество Михаила Ромма, что даже спустя 12 лет после окончания в ГИКа, мужчина решил получить у него дополнительное режиссерское образование. Благодаря своему высокому росту и небольшой угловатости, Игорю удавалось воплотить в жизнь даже самых эксцентричных персонажей. Как признается сам актер, работа в театре ему приносила наибольшее удовольствие, он проработал в столичном театре, студии около 30 лет. Второе, режиссерское образование также пошло на пользу, Ясулович три раза применил полученный опыт на практике. По мнению критиков, у Игоря отлично получилось воплотить желаемую сюжетную линию в жизнь. Думаю, вы помните кинофильмы «Каждый мечтает о собаке», «Пропал и нашелся», «Здравствуй», «Река». Кроме актерской карьеры, Игорь часто занимался дублированием кинолент, все это благодаря специфическому тембру голоса. Его часто приглашали сниматься в драмах, комедиях и детективах. Чаще всего, актеру предлагали роли скромного и правильного интеллигента, который был с небольшой хитринкой, загадочностью в характере. Личная жизнь. Невзирая на загруженность по работе, у Ясуловича отлично сложилась личная жизнь. Он женат на Наталье Егоровой, дочери известного режиссера Юрия Егорова. Сама женщина не работала актрисой ни дня, она преподавала искусствоведение в школе, студии МХАТа. В браке родился сын Алексей, который решил повторить путь собственного отца и тоже выучился на режиссера и актера. А как вы относитесь к Игорю Ясуловичу? Пишите ответы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!